Здравствуйте! В эфире Курзомское телевидение с программой «Взгляд из Венсполса» «События, люди, мнения» в студии Татьяна Саксаганская. Сегодня мы расскажем вам о главных событиях, произошедших в конце прошлой недели и на выходных. Значимую дату отметило общество пенсионеров «Венсполс Ледакс». Неделю длился традиционный фестиваль «Венсполс Грув», а также в городе прошел чемпионат Латвии по лучному спорту. На 25-летнем юбилее «Венсполского общества пенсионеров Ледакс» его членом было, что вспомнить. Ведь им скучать не приходится. Столько совместных мероприятий, кружков, поездок, перечислить все не хватит эфирного времени. У нас много чего происходит. У нас собрания, различные кружки, в которых мы можем участвовать. Есть у нас летом экскурсии, разные мероприятия. Какой ваш самый любимый кружок? У нас была роспись по стеклу. Мы участвовали вместе с этой девушкой. А до ковида каждый месяц у нас были экскурсии. И всегда полный большой автобус. Мы записываемся, для нас все организуют. Мы только оплачиваем и едем. По всей Латвии ездим. Я уже даже не помню все места, где мы были. Сейчас, когда смотрю телевизор, а я и там была, и там. Приятно, что можно посещать вечеринки, можно потанцевать, можно порадовать людей. Самое главное, чтобы мы сохраняли бодрость, чтобы мы, пенсионеры, могли друг друга поддерживать. Последние 8 лет венсполских пенсионеров за собой ведет Мария Кузманы. В свое время она переняла руководство у Лигиты Крестовской, которая сколотила эту многочисленную организацию. За последние годы программа мероприятий значительно расширилась. Время идет вперед. Конечно, раньше у нас не было ни театра, не было линейных танцев, не было тематических занятий. Но так же, как и сейчас, были творческие мероприятия, экскурсии, вечеринки, которые нам всем так нравятся. Мне оставалось это только продолжать. И, конечно, каждый год у нас есть что-то новенькое. У Марии уже новые идеи – пополнить список коллективов еще одним вокальным ансамблем, но только теперь смешанным. Репутация венспол Следакса позволяет привлечь надежных партнеров по сотрудничеству. Основной партнер, конечно, венсполская городская дума, которая выделяет финансирование на оплату аренды помещений для этой организации. И сейчас она насчитывает 278 членов. Возраст разный. К нам присоединяются люди помоложе. В обществе сейчас вступают даже те, кому только исполнилось или даже еще только исполнится 60 лет. Ведь некоторые выходят на пенсию раньше по выслуге лет. Но есть и те, кому уже очень много лет. Но которые что-то слышали о нас, но все время сомневались. Когда к нам приходят новенькие, я спрашиваю, а что вы хотели делать у нас? Если хотите вступить только для того, чтобы ездить на экскурсии и ходить на вечеринки, ну… Общество очень хорошее. Много членов в обществе. Каждый, кто хочет чем-то заниматься, может найти что-то для себя. Очень хорошо. Можно петь, заниматься скандинавской ходьбой, внести бисером, расписывать посуду, шить, играть в театре. Я играю. Можно сказать, что на пенсии можно наконец пожить так, как хочется? Определенно так и есть. Как только возраст подходит, надо идти на пенсию. Есть, есть жизнь на пенсии. На пенсии жизнь только начинается. Я раньше работала по сменам. Если что-то происходило, я никуда не попадала. Не надо было идти на работу. Теперь я, когда свободна, могу идти, куда хочу и когда хочу. Юбилей организации отметили по всем традициям. Нарядные участники с хорошим настроением, накрытые столы, почетные гости и, конечно, музыка. По традиции уже в 17-й раз целую неделю в Венсписе царила атмосфера джазовой музыки. Состоялся ежегодный музыкальный фестиваль современного ритма «Венспилсгрув». Фестиваль можно назвать местом встречи опытных и молодых музыкантов, наполненных энтузиазмом и желающих расти в своем профессионализме. В мире это популярно делать уже давно. И очень приятно тоже, что мы не отстаем. Балтийские страны тоже делаем то же самое. И что это происходит очень международно. В рамках фестиваля прошли мастер-классы, на которых участники занимались вместе с преподавателями соответствующей специальности, черпали вдохновение и знания у профессионалов. Далее студентов поделили на ансамбли. Каждый ансамбль под руководством двух педагогов разучивал концертную программу, которая прозвучала в заключительный день фестиваля. Некоторые люди, которые не очень были смелые изначально играть, импровизировать или пробовать что-то новое, они немножко раскрылись. И во время недели они стали пробовать новые всякие способы игры, импровизации. И это было приятно и видеть, и слышать. В этом году педагогический состав был действительно широкой географии. Педагоги приехали из Италии, Франции, Литвы, Германии, Швеции, Англии, США и, конечно же, Латвии. Как рассказал нам директор Венспилской музыкальной школы Андрис Григелес, многие участники приезжают на мастер-классы из года в год, так как программы и педагоги ежегодно меняются. У каждого мастера есть свой особый подход, поэтому каждый раз участникам интересно. Они получают новые знания, опыт и вдохновение. География участников мастер-классов также широкая. Во многих музыкальных школах Латвии есть эстрадно-джазовое отделение. Здесь студенты всех этих школ, включая музыкальную академию. Из Резокна, Елговы, Риги. На занятиях происходила огромная работа над собой. Пришло понимание, как настроить себя перед выступлением и чувствовать себя свободно и легко на сцене. Нам попались очень хорошие педагоги. Лиза Летте из Швеции и Арта Якобсона, которая выросла и работала здесь. В вокальном плане они являются для нас примером. Действительно, одно из самых больших вдохновений жизни. В обычной жизни мы только учимся, но тут мы поняли, насколько музыка является большой любовью, насколько у нас близкие чувства с музыкой. Помимо мастер-классов, в течение недели проходили джазовые сессии и концерты профессионалов. В концертном зале Латвия выступили джазовое трио пианиста Аттиса Андерсона и органист Айвер Скалайс. Зрители могли насладиться необычным сочетанием джазовой и академической музыки. В этом году фестиваль особенный тем, что звучит орган. Концерт-открытие был интересный для многих, кто не связан с музыкой. Есть трубный орган, чем славится Венспилский концертный зал Латвия. А есть орган Хамонда, одно из самых старинных электронных инструментов, который построен в начале прошлого столетия. Никакая новая электроника и синтезаторы не переросли то звучание. В заключении фестиваля в Большом зале театрального дома «Морские ворота» состоялся концерт биг-бенда латвийского джазового саксофониста и композитора Томса Рудзинскиса и педагогов мастер-классов. Слушателей порадовал итальянский органист Леонардо Карради, который исполнил произведение на органе Хамонда. Это электромеханический музыкальный инструмент, который используют в джазе. По опросу журнала J-Z, Леонардо назван лучшим исполнителем на органе Хамонда и восходящей звездой итальянского джаза. Я думаю, для меня это был хороший опыт научиться новому. Здесь в роли педагога я был впервые. Для меня это очень важно. Я многому научился и получил огромный опыт. В объединенном ансамбле музицировали все педагоги мастер-классов. Исполнитель на ударных инструментах из Франции Марк Мишель. Трубач из Литвы Доминика Свишняускас. Бас-гитарист из Германии Никлас Лукасен. Живущий в Германии латышский саксофонист Томс Рудзинскис. Живущая в Англии шведская джазовая певица Лизолетта Эстблом. Латышская певица Арта Якобсона из США и эстонский гитарист Яак Сойар. Два дня на Венсполском поле для стрельбы из лука длился самый популярный в Латвии ежегодный турнир лучников. Чемпионат страны собрал более 60 лучших стрелков из 11 клубов, которые состязались в четырех категориях согласно видам лука. Зачеты были как индивидуальные, так и командные. Главным организатором соревнований выступала Латвийская федерация стрельбы из лука. Мы хотели обеспечить качественное место для проведения чемпионата Латвии. И это поле как раз подходит. Здесь в правильном направлении находится солнце, все удобства имеются, палатки установлены. Конечно, хочется когда-нибудь организовать и на стадионе, но это в будущем еще все впереди. В этом году не было особо много предложений по месту проведения. За время пандемии наши ряды поредели, и сейчас все это не так популярно. В этом году в чемпионате участвовало меньше спортсменов, чем обычно. В доковидные времена за титул чемпиона сражалось вдвое больше лучников. После пандемии этим видом спорта увлеклись начинающие спортсмены, но они пока не готовы выступать на республиканском уровне и стрелять с расстояния 70 метров. Нас стало маловато, поэтому проводить крупные соревнования сейчас довольно проблематично. Но мы надеемся на лучшее, на то, что в следующем году у нас уже будет больше. Спортсменам я желаю хороших результатов, чтобы потом о нас узнали и за пределами. На старт вышли сильнейшие латвийские лучники, для которых важно было не только участие, но и результат. Здесь собрались хорошие стрелки, хорошая конкуренция. Сюда приятно приезжать, есть с кем состязаться. Представители Одиссея тоже ездят в другие города, участвуют. Так что в Латвии конкуренция есть. Венсполский клуб лучников Одиссеи на чемпионате Латвии представляли шесть спортсменов. Кинтия Лайма Тринкуна и Давис Блаза в командном зачете в классе «Олимпийский лук» взяли серебро. Ирина Филин и Сергей Мелешкевич в командном зачете в классе «Компактный лук» завоевали серебро. В индивидуальном зачете серебряные медали у Дависа Блаза в классе «Олимпийский лук», у Ирины Филин в классе «Компактный лук» и у Сергея Мелешкевича в классе «Компактный лук». это все события на сегодня я с вами прощаюсь до новых встреч